Ребята, всем привет! Сегодня мы поговорим о деньгах и опять у людей одни и те же вопросы. Вот сейчас растет биткоин и все мне пишут, Тарас, покупать сейчас биткоин? Когда растет доллар, все пишут, покупать доллар или не покупать. Ребята, покупать нужно не тогда, когда он растет. Сколько раз? Я уже буду об этом говорить. Покупать нужно, когда нейтральная ситуация, когда доллар падает. Вот тогда нужно покупать. Он же дешевый, он же падает. Зачем покупать, когда он растет? Потому что у нас сразу, когда курс растет, в обменниках очередь. Я вообще живу долларами, я вам уже об этом говорил, только поступает мне на счет местной валюты, я ее сразу же меняю, сразу же меняю. Я играю в долгую, я же не зарабатываю на вот этих вот скачках, понимаете? Я знаю, что долгую наша валюта обесценивается, просто обесценивается. Поэтому я живу долларами так намного выгоднее. И поэтому мне не важно, какой там сейчас курс. Только пришла мне моя местная валюта, я ее поменял. Только пришла, поменял. Вот и все, советую вам делать так же, жить одними долларами. Потому что в долгую вы выиграете. А покупать вот на колебаниях, это бессмысленно. Вы вообще должны определиться с целью, что вы хотите. Вот, купить сегодня биткоин, вы хотите его продать дороже. Через сколько? Через неделю, через месяц. А потом что вы будете делать? Опять будете покупать? А потом, если он упадет? Вот, вы должны определиться с целью. Я играю в долгую, я купил биткоин на года, на года, вперед, понимаете? У меня нет цели купить, продать, купить, продать, потому что так будут качели. Вы так не заработаете. Играйте всегда в долгую, это же проще. Это же, не знаю, безопаснее. Ты не тратишь на это нервы, не переживаешь. Еще много вопросов по доллару. Вот люди посмотрели видео с Киасаки, а Киасаки говорит, что доллару конец. И все мне начали писать, Тарас, что делать, что делать, доллару конец, что не покупать доллары. Ребята, ну вот я живу же долларами. Я смотрю Киасаки, я выпускаю эти видео. Вообще, для чего я выпускаю? Чтобы вы смотрели разные точки зрения. Я выпускаю видео с Баффетом, с Киасаки. Чтобы вы смотрели, учились. Я живу долларами, да? Я живу долларами, а Киасаки говорит, что доллару конец. Ребята, конец не в прямом смысле. Наверное, многие думают, что вот если доллару конец, это вот они проснутся, и все. И доллара не существует. И вот у кого-то в заначке лежали тысячу долларов, и они все, пропали, пропали. Нет, конечно же, у вас в заначке тысячу долларов. А у компаний 100 миллиардов долларов. Вы представляете, что тогда будет? Тогда всему миру наступит конец, понимаете? Если доллару придет конец, будет переход, может быть, на какую-то новую валюту. Но будет переход. Не будет такого, что вот все, все пропало. Вот мне мои родители говорили, когда у них был переход. Вот у всех были купоны. И они просто меняли на новую валюту. Вот мой папа говорил, что приехал в деревню к своей маме. И она откладывала все в купонах. Откладывала, откладывала, и было много купонов. И вот он забрал все эти купоны, поехал в город и поменял все на новую валюту. Понимаете? Не пропали купоны. Так же и с долларом будет. Может, они что-то там придумают. Может, перезапустят систему. Потому что уже вот система на пике. И ее, понятное дело, нужно перезапустить. Вот. Но не будет такого, что вот все исчезнет в один миг. И плюс, мы не знаем, когда это случится. Когда лопнет пузырь. Мы этого не знаем. Поэтому я живу сейчас долларами. Может, он лопнет через 10 лет. И что, мне сейчас слушать Киосаки и все переводить в золото? Нет. Я сейчас пользуюсь долларами. Потому что мы живем, мы пользуемся валютой. Без валюты никуда. Мы живем в этом мире. Как это не пользоваться валютой? Если придет конец доллару, придет конец и рублю, и гривне, и нашей валюте. Всем валютам придет конец. Потому что это мировая валюта. Представляете, если рухнет мировая валюта, всем валютам придет конец. Вот. Поэтому живите долларами, как я. Живите долларами. И вот, когда меня спрашивают, покупать доллары или золото. Ребята, покупайте то и то. У вас часть денег должна быть в долларах. Часть денег должна быть в золоте. Покупать золото или акции. И покупайте то и то. Смотрите на меня. Вот мой портфель. Смотрите, что у меня в этом портфеле. И акции. И фонды. И металлы. И криптовалюта. У меня здесь все, понимаете? Я не держу яйца в одной корзине. Кстати, многие думают, вот мне писали, что вот у меня эти деньги в одном месте. Нет, конечно же. Глупо было бы держать 600 тысяч в одном месте. У меня эти деньги на трех брокерах. Золото у меня в разных местах. Криптовалюта у меня вообще на других кошелях. Понимаете? Я просто все в приложение вбил, чтобы показать все одним вот скрином. Понимаете? Чтобы удобнее было все в одном месте смотреть. Слушайте разные точки зрения и учитесь у каждого. Понимаете? Я не слушаю одного Киосаки и не покупаю только золото. Я не слушаю одного Баффета и не покупаю только акции. Я все покупаю. У меня часть денег в акциях, в крипте, в золоте. Понимаете? Потому что вы не знаете, что может случиться. Никто не знает, что случится. И поэтому глупо держать все яйца в одной корзине. Что бы ни случилось, вы будете в безопасности, если у вас будет вот такая вот диверсификация, как у меня. Еще у меня спрашивают, а есть ли у меня деньги в евро? Хорошо, ребята, у меня тоже есть деньги в евро. В долларах у меня больше, но у меня есть деньги и в евро. А есть ли у меня деньги? Меня спрашивают в британских фунтах. Тоже хорошо. Поймите, я не за один доллар. Вы думаете, что я такой вот любитель доллара? Нет. Просто долларами вот в нашей стране пользоваться удобнее, чем британскими фунтами, к примеру. Евро тоже удобно пользоваться. Короче, ребята, позаботьтесь о своей безопасности. Я не предсказатель, поэтому деньги у меня везде. Можете перейти ко мне в открытый канал, первая ссылка в описании. И вот, посмотреть, сколько, например, денег у меня в биткоине. Вот, у меня 2,5 биткоина. Вот, плюс 15 тысяч прибыли. Можете посмотреть. Также можете посмотреть, в каких активах у меня деньги. Но подробнее об этом я рассказываю в закрытом канале. В каких именно акциях, в каких именно металлах, в какой именно крипте у меня деньги. Это все я расписываю. Вот весь капитал я расписываю в закрытом канале. Можете делать так же. Плюс все зависит от возраста, а соответственно от целей. Если вы пенсионер, зачем вам рисковать? У вас другие цели, вы хотите сохранить свои деньги. Вот у меня в закрытом канале есть пенсионеры. И я им советую инвестировать в золото, инвестировать в американский рынок, в общий рынок, понимаете, чтобы сохранить деньги. А если вы молоды, вы можете инвестировать в биткоин, вы можете инвестировать в акции, потому что вы молоды. И вот у вас есть время переждать вот ту просадку. И плюс вы зарабатываете деньги. А пенсионеры уже на пенсии, они не заработают много. Вы молодые, вы заработаете на своем любимом деле, они уже не заработают. И им нужно сохранить деньги. Им не нужно переживать, смотреть на свой портфель, а он обесценился в два раза. Зачем им рисковать? Им нужна стабильность, им нужна безопасность. Свой неприкасаемый запас и деньги, которые вы откладываете в долгую, никогда не откладывайте в местной валюте. Никогда. Это только доллары, евро, британский фунт. Забудьте вообще о местной валюте, она обесценивается, она просто превращается в бумагу. Посмотрите, что можно купить было на эти деньги 10 лет назад. Просто посмотрите. Можете мне не верить, просто посмотрите и проанализируйте. Короче, ребята, на этом буду прощаться. Вот такой вот был коротенький урок финансовой грамотности. Следить за моим состоянием вы можете в открытом телеграм-канале. Первая ссылка в описании. А если хотите, присоединяйтесь ко мне в закрытый канал еще по хорошим ценам, потому что после нового года я буду повышать цены. Потому что материалы добавляются, цена не повышается. Много материалов я добавил в прошлом месяце. И вот в этих материалах объяснил все очень подробно, просто все там разложил по полочкам. Плюс вход пожизненный и личное общение пожизненное, это если вы успеете до нового года. То есть со всеми старыми партнерами сохраняется пожизненное общение. Не думайте, что вот после нового года все, я не буду общаться. Нет. Если вы успеете купить, все будет. Ну все, буду прощаться. Обязательно подписывайтесь на все мои полезные каналы, особенно на канал по финансам. Также подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Больше пользы, больше мотивации у меня в инсте. Я для вас стараюсь писать интересные, полезные, мотивационные посты. Если это видео было для вас полезным и интересным, обязательно поставьте ему лайк. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok